Подождите, я бегу и уберу плачь. Насколько не тревожатся. Где-то так, чтобы его присесть. Проходите, проходите, а вы что будете, откуда? Я все вам покажу документы. Пойдем. У меня вышло из печати 38 книг. И Бог положил мне на сердце в каждую неделю подарить этот комплект. Это на 11 тысяч рублей. Ну, чтобы понять, что это за книги, я покажу Шишковка. Ну, вам это известная, Варноложская, краевая. Вот посмотрите. Книги непростые, это 750 страниц. 64 страниц из цветных фотографий. Книги посланы «Медведи» у Путина, видели в библиотеке. Это вообще Кирилл. Вот похоже, какие библиотеки. Посмотрите. Вот камень на обе библиотеках. Сам видно там. А другие не могли купить. Вот библиотеки, которые присылали. Вот газета «Алтайская правда». Ну, видно отрезок. А вот я сижу, а об этой книгах говорится. Посмотрите. Представьте. Так. Если мы с вами сейчас полюбим друг друга, то я вам подарю книги. А вам нужно будет расписаться и поставить печать. Вот такого содержания. Печать нам надо в библиотеку. Посмотрите. Просчитайте. Это надо нам в библиотеку съездить? Съездить. Что-то надо сделать. Потому что это не каждый день. Что эти книги известны, и они в интернете. Ну, это понятно. Мы считаем, что в библиотеке совершенно другой статус будет, когда получают наши книги. Это, ну, Шалаболиха, допустим, Мамонтова, где мы были, пришлось подарить. Вот. Вот посмотрите, как это нам сделать лучше. А после этого мы пройдем по деревне, ну, по селу, и каждому, где мы зайдем, подарим вот такой вот, считайте. К вам направим людей. Потому что центр, даже это не администрация каждого села, а библиотека. Ну, я как работник, это я знаю. Я с вами согласен. Я ведь в разных университетах преподавал по радио, и я знаю, библиотека это центр всего. Людей отучили от библиотеки, люди не читают ничего. В телевизор, а там ничего нет. Интернет, они с ума сходят от этих игр. Нет, знаете, у нас вот наоборот. Вы себе возьмите одну. Люди не читают, но только просто у нас финансирование очень плохое. Ну, а литература вот на эту тему спрашивается. Видите, сколько вот разных этих я проехал. Пятьдесят шестое. А тут какие села. Просто это пятьдесят седьмое село мы заезжаем. Купить не могут, не финансируют. И мы решили, ну, мы верующие христиане. Хорошее дело, хорошее дело. Вот посмотрите даже, какие библиотеки, чтобы вам понятно было. Это никакая не экстремистская литература. А все на основании Слова Божия. Вот мы строим с нуля деревню. Я начальник детского лагеря. Это все показано в фотографиях. Как нас называют искорка возрождающейся России. Мамонтский район. Мы сейчас проезжаем дальше. А вообще-то вы откуда? А? Вообще откуда вы? Мамонтский район поселок Потеряевка. Да об этом писали фильмы, ставили сколько. Первый фильм она занял первое место в международном киноконкурсе. А второй первое место в России. Согласитесь, что это не так просто. Вот проект написали. Если у вас объявление может быть, можете повесить как начальники. Посмотрите. Все данные здесь. А у вас печать какая-нибудь есть? У нас печать. Ну, в библиотеку надо ехать. Есть печать у нас? Тут даже можно было бы так. Видите, мы вас нашли. Мы, видите, надо людей нам где-то собрать. Мы к клубу призовем, когда сегодня обойдем, чтобы немножко провести беседу и сразу уезжаем в другой место. Это сегодня же? Сегодня. Мы в один день. Потому что у нас, ну, времени нет. Мы собрались пока все вместе. Пять человек. А ну, в принципе, там можно не обязательно в клубе. Молодя, поближе подойди. В библиотеки можно у нас собраться? Можно. Ну, обычно мы библиотеки собирали. Ну, большие села, когда так народ сильно, это как Шарщина, это Мамонтово, это в Дом культуры называют, собирали. Ну, а здесь соберемся, сколько людей будет. Я немного выступлю, скажу им, призову, чтобы знали люди Бога. У вас храм, тем более, поехали, видим, открытые. У меня брат священником. Так что... А у нас очень просто. Если у вас есть интернет, вот мои данные, вы зайдете, там сразу все. Село Ребриха, библиотека, станция Ребриха, там все это мы оставили книги. Как же нам лучше сделать-то? Как, подумайте, какой вариант? Какой вариант-то, чтобы людей-то пригласить. Вот сегодня, видите, время-то... Время-то уже 12 часов. Вот как вот собрать-то хоть пусть немного. Мы заберемся к трем, мы на три начинаем. На три часа? На три часа назначим. Мне главное с вами. Ваше согласие, мы вам книги передали, вы вот расписались, вот, ну, видите, как это, что... От вас требуется одно только, что книги принадлежат вам и не украденные. Я расписался дал, а у меня, ну, как документ, что это не 2 рубля, а 12 тысяч рублей. Понятно. Мы жертвуем это все. Мы позапрошлый год пожертвовали на 1 миллион 100 тысяч в библиотеке. Мы просто себя обрекли. Я за компьютером провел 30 тысяч часов за 8 лет. У меня 38 книг вышло. Это не просто книги, это огромные тома, 750 страниц. Ну, вы увидите, что у вас таких книг просто не было. Так, так. Как же нам лучше это сделать? Так. Это надо сейчас вот приглашение, чтобы на три часа приглашать библиотеку. Мы сами уедем. От вас требуется только принять книги, больше ничего нет. Так. Остальное наше. Мы сейчас пойдем по разным сторонам, сколько успеем, на три часа приходим, но чтобы вы были в три часа там. Библиотеки откроем. Все. Три часа мы перед ним выступили. Ну, сколько. И до свидания. Мы уезжаем. А библиотека-то знаете где? А мы были. Были? Были там закрыты. Написано, суббота, воскресенье. Воскресенье. Так-то работает. Да, да, да. Сейчас у нас выходим. Нам нужно, чтобы вы поверили, что мы те, за кого себя выдаем. Тем более, мы не просим. Если бы ходили, просили, а то я дарю. Понятно. Подозревать-то в чем, собственно. Понятно. Тем более, если вы войдете в интернет, тем я показываю библиотеку, Краевая Шишковка, Новосибирская, Свердловская. То есть, центральные библиотеки России имеют эти книги. Тираж-то маленький. Тысяча экземпляров. Так что мне долго шиковать не придется. Ну, понятно. Ну, тогда хорошо. Так и договорились. Я подойду. Так, вы туда... Мы сейчас... Трем часам вы туда подойдете. Пол третьего. Пол третьего чтобы. Я вам книги передаю. Расписались и все. Ну, а и народ что бы подошел? И народ. Кто придет сколько. Мы тут за это не отвечаем. Бывает народ... Небольшое село Первомайское. А народу собралось прямо не за. Они к нам в деревню поехали. Давай рекомендуется занять и... Первомайское это на Алтае? На Алтае. Которые комсомольские там это... Ну, около Корщина рядом. А бывает большое село Паново. Один человек пришел. Один. А рядом под Степно разваливается село. Набилось людей полно. Мы люди такие непредсказуемые. Когда я... Не одинаковый народ. Да. Так, ну все тогда. Пол третьего вы будете там. Мы сейчас прямо отсюда начинаем обходить людей. Хорошо. Договорились. Договорились. Это вам оставить. Какие у людей будут скажут. Нам оставили. Скажут, у меня это есть. Тут все данные. Телефоны. Все открыто здесь. Никак-то. Если что, какое-то сомнение возникло. Ну, я еще здесь. Решить легко. А эти в ребрихе. Они сразу зашли в интернет. Зашли. Так, а ваши книги в библиотеках таких. А интернет сразу показал, в каких библиотеках. Книги эти в Израиле, в Америке, везде разоснуты. В Германии. Они просто аналога не имеют. Я преподавал в разных университетях. Вы бы мне еще дали вот какие книги-то? Вам вот эту вот. Сейчас я вам дам. Вот. Тогда сейчас под кто-то тут. Нет, это чей-то документ. Тогда я вам дам. Вы сразу мне печать поставите. И... Минутку. Я приду и распишусь на втором. Посмотрите, одна или две здесь. По-моему, две. Да, все. Один вам. Один вам. То есть, к вам никто не имеет никаких претензий. Да. Я вам заранее скажу. Двадцать шестой том. Один. Открытым оком. Тридцать томов. Двадцать шестой навыки не выдавать. Его сразу уводят. Это всех писателей, поэток за триста лет. Ну, без Евгения Тушенко мне бы не знать, конечно. Мне помогали самые большие люди. Вы когда посмотрите, и даже люди не верят, что это книги в сегодняшнее время. Ну, люди ждут. У вас тут... На вас никаких обязанностей здесь. Кроме того, что хранить эти книги, чтобы люди могли считать. Все. Обязательства-то наши. Мы отдаем, показываем, перечисляем. Это тридцать томов открытым оком. Называется. Вот так. Хорошо. Все. Мы ушли. До свидания. До свидания. Не до свидания, а пол третьего. Да, пол третьего. Пол третьего. Давай. Вот собачка какая. А. Алло. Неравнивая. Начинаем работать прямо с этой улицы. Вылазь. Вы, наверное, идите с Игорем. Игорь, аппаратуру оставь здесь, она не нужна. Я тоже оставляю, она не нужна. Ее могут отобрать у нас.